Надо ли пить воду на тренировке? Надо. Привет, бойцы! Меня зовут Антон. Сегодня мы поговорим о том, нужно ли пить воду на тренировке. Поехали! И начнем с того, что когда я тренировался, когда я выступал, нам не разрешали пить воду. В советской школе бокса всем не разрешали пить воду. Тот тренировался серьезно, тот тренировался для какого-то результата. Естественно, придерживался советов тренера и воду не пил. Разве что некоторые тихоря попивали, выходили типа в туалет. Я знаю на себе, особенно когда еще въезд бывало гоняешь, там идешь, так хочется и пить, и все, а пить нельзя. Но как бы со временем привыкаешь к чувству жажды, привыкаешь и понимаешь, что можно его пережить спокойно, преодолеть и так далее. Но сейчас есть определенные исследования, мир не стоит на месте, которые говорят о том, что организм наш работает в определенных условиях оптимально, а в определенных условиях не оптимально. И, как мы понимаем, наш организм состоит в большом проценте из воды. Если этот баланс будет нарушен, то начнутся какие-то проблемы. Вопрос, когда это начнутся? И здесь уже есть ответ. Если у вас нехватка больше, чем 3% от вашего тела, то есть, допустим, в моем случае это больше, чем 2 кг, 2 кг, 2 кг 100 г, то у меня уже в этот момент начнутся проблемы. Проблема какого плана? Для того, чтобы наша кровь могла доносить питательные вещества, выводить метаболиты с мышц и так далее, необходимо, чтобы она быстро текла. Видимо, чтобы сердце работало. И если воды не хватает, кровь становится гуще. И это влечет за собой опять же следующие последствия. Кровь становится гуще, сердцу нужно чаще работать, легким нужно чаще работать. На всю систему идет нагрузка, и в это время вы еще там добавляете. Тренер говорит, давай, выкладывайся. То есть, все это понижает эффективность вашей работы. Вы стараетесь, но КПД ваша падает. Чтобы такого не было, необходимо убирать те моменты, которые, скажем так, влияют на вашу работу. Лучше приходить на тренировку уже с налаженным вводным балансом. То есть, вы попили до тренировки нормально, все в порядке, вы пришли, и тогда в большинстве случаев можно спокойно вытянуть. Но, опять же, бывают случаи, когда вы приходите, или у вас жара, вы там тянули сумку на тренировку тяжелую, пришли и уже потеряли килограмм. Как в этом случае быть? Что делать? Можно пить на тренировке, между перерывах, между какими-то раундами можно пить. Опять же, есть нюансы, как пить воду. Берут пол-литра бутылочку и фигачат за раз ее там. То есть, это тоже неправильно. Потому что, вы понимаете, если сейчас ускорение какое-то, тренер скажет вам на километр быстро бежать с какими-то преградами, между деревьев где-то как-то, либо на мешке работать, либо в парах, там последний раунд вырывать, то ваша вода, если вы ее выпьете, она вам аукнется. Другая ситуация, если вы бежите марафон, если у вас долгая дистанция, или вы на выносливость работаете, опять же, на снарядах, надо ли пить воду? Конечно, надо. Но как? Все это нужно понимать, и это в следующем видео. С вами был Антон. Не забывай подписаться, поставьте лайк, если видео понравилось, поддержать меня комментарием. Будьте здоровы, в хорошем настроении, пейте воду обязательно. Пока. Привет, бойцы. Меня зовут Антон. Привет, бойцы. Привет, бойцы. Меня зовут Антон. Та е-мое, ребята. Привет, бойцы. Нажимай. Как мы знаем, что наше тело состоит в большом проценте из воды. Пускай будет. Это была рекламная пауза, наставить бы. Как мы знаем, как...